День Молодежи День Молодежи День Молодежи Сводка криминальных происшествий за неделю Мы все здесь объединены одной идеей, ведь кто-то защищал, кто-то защищает, а кто-то готовится защищать свою Родину Открытие военно-патриотического слета Отечества Первый офицерский вальс на центральной площади Смоленска 500 лейтенантов, выпускников военной академии получили офицерские звания и дипломы специалистов Скоро выпускники отправятся к местам своей постоянной службы Среди смоленских выпускников 57 представителей ближнего и дальнего зарубежья из 12 стран Новый отряд высоко подготовленных грамотных специалистов уже с нетерпением ждут в войсках противовоздушной обороны После небольшого отпуска все выпускники прибудут в своей части от Крыма до Владивостока И приступят к исполнению своих обязанностей Там они будут отвечать, обучать и готовить к ведению боевых действий вверенные им подразделения После торжественного марша и офицерского вальса на площади Новоиспеченные офицеры возложили цветы к вечному огню Плановое совещание 25 июня было продуктивным и насыщенным Представители городских инфраструктур Десногорска рассказали о событиях в городе и отчитались о проделанной работе Рабочее совещание провел заместитель главы муниципального образования город Десногорск Александр Новиков Особое внимание было уделено проекту «Комфортная городская среда» Работы по этому проекту продолжаются Ремонт придомовых территорий в самом разгаре Также на аукцион выставлен городской пляж Ведутся поиски подрядчика и в ближайшие месяцы Горожане увидят результат С 1 июля в Десногорске начинает свою работу новый перевозчик У нас появляется новый перевозчик городского транспорта Расписание движения автобуса будет неизмена Цена билета также Проездные билеты продаются на территории городского рынка Лидия Штаний напомнила ученикам 10-х классов Планирующим поступление в медицинские вузы в следующем году О необходимости подать до 12 октября 2019 года Заявление и копию паспорта в приемном САЧ-135 Также она сообщила о проделанной работе сосудистых хирургов В результате которой было осмотрено 80 человек Часть из них отобрана на оперативное лечение Следующий приезд хирургов запланирован на октябрь И аллергологи-иммунологи планируют приехать первые недели сентября То есть запись на служебе в 106 кабинете Это для взрослых И дети непосредственно записываются педиатрами Продолжается ремонтная кампания на квартальных тепловых сетях 2-го микрорайона Проводится полная замена теплосети от 20-го дома до 22-го Это свыше 200 метров Планируем переложить полностью эту магистраль в течение этой недели Теплосеть услужила 27 лет Но вскрытие показало, что в принципе она непригодна дальнейшей эксплуатации В культурной жизни города полным ходом идет подготовка К предстоящему 28 июня празднованию Дня молодежи Место проведения территория автопарка Это первый микрорайон Рядом с домом 1-8 Праздничная программа «Я молодой» В программе фестиваль красок Диджей еврей, диджей Завируха Кавер-группа «Кабачки» Студия эстрадной песни «Ренессанс» Сдача школьных экзаменов позади И 28 и 29 июня в Десногорске пройдут выпускные вечера выпускников 11 классов В целом атмосфера в городе благополучная Вспышек летних инфекционных заболеваний не зафиксировано МЧС, пожарные и органы полиции работают в обычном режиме Делегация Московского государственного университета посетила Смоленщину Чтобы почтить память погибших в войну студентов и преподавателей университета Они погибли под Ельней в деревне Уварова Где сейчас установлен памятник Пушка Именно там состоялся митинг, посвященный погибшим на поле сражения Возглавил прибывшую делегацию ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий Вместе со студентами, преподавателями и местными жителями В траурном митинге принял участие и губернатор области Алексей Островский Делегация главного университета страны ежегодно приезжает к памятнику Пушка Чтобы почтить память тех, кто сменил лекционные аудитории на поля сражений Осенью 1941 года здесь шли ожесточенные бои В которых сражались 9-я Кировская и 8-я Краснопресненская дивизии В последней числилось более тысячи студентов, аспирантов и профессоров МГУ Почти все они погибли за несколько дней В Государственной Думе Российской Федерации прошли парламентские слушания Посвященные повышению качества отечественного образования Темой слушаний были наиболее острые вопросы сферы образования Обеспечение школы учителями, снижение бюрократической нагрузки Реализуемые меры социальной поддержки, а также качество образования в целом В слушаниях принимали участие 500 человек Это педагоги, представители общественных организаций, депутаты всех политических фракций По приглашению зампреда Государственной Думы Сергея Неверова В парламентских выборах приняли участие трое смолян Это учителя из Холм-Жирковского района, Ярцева и Смоленска У них была возможность рассказать о проблемах и задать вопросы Министерству просвещения И руководителю Рособорнадзора Например, преподаватель русского языка школы номер 40 Смоленска Рассказала об опыте совместной работы родительского совета с администрацией школы О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 109 сообщений о происшествиях Из них два сообщения о преступлениях Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями Выявлено 98 административных правонарушений В том числе нарушений правил дорожного движения 78 За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 8 человек В Смоленске одна авария сменила другую ДТП произошли на улице Шевченко и создали большую пробку в районе медгородка Водитель Volkswagen на крайней правой полосе врезался в асфальтоукладчик, ведущий на дороге ямочный ремонт В результате массовой аварии пострадал водитель и пассажир иномарки Не успели убрать машину и спецтехнику, как на средней полосе в этом же месте случилось еще три аварии В итоге были перегорожены несколько полос для движения А на улице Шевченко тем временем выстроилась очередь из троллейбусов Транспортный коллапс наблюдался в городе в течение всего дня В районе улиц 25 сентября и Руменцево столкнулись трамвай и автомобиль А на Кирово не поделили проезжую часть две легковушки 26 июня в учебно-тренировочном городке, который расположился на повороте к деревне Богданово Состоялось открытие 12-го военно-патриотического слета Отечества Среди подростков, проживающих в городах расположения атомных станций Подробности в сюжете Ежегодный военно-патриотический слет Отечества, организованный Смоленской атомной электростанцией и администрацией города При поддержке концерна «Росэнергоатом» собрал ребят из разных уголков России и Беларуси Сюда приехали юноши и девушки, чтобы получить незабываемые впечатления от участия в военно-патриотическом слете И приобрести много новых друзей, общение с которыми обязательно продолжится и за пределами палаточного лагеря В нашем слете принимают юноши и девушки из Десногорска, Смоленска, городов-спутников Калининской атомной станции Удомли Курской атомной станции Курчатова, ну и конечно же представители Братской республики Беларусь После торжественного построения колонны и поднятия флага России к участникам слета с приветственным словом обратились почетные гости Ребята, на протяжении предстоящих 10 дней, которые вы проведете в полевых условиях, вас ждут сложные, но увлекательные испытания Я уверен, что вы с честью их выдержите и подводя итоги нашего слета, мы вместе будем честовать тех из вас, кто добьется наиболее лучших, выдающихся результатов Слет Отечества давно стал визитной карточкой нашего города среди перечня военно-патриотических мероприятий Мы также этим очень гордимся Пожелаю каждому из вас побед, мужества, патриотизм начинается с каждого После торжественного открытия слета ребята поспешили на второй завтрак Пряники и компот, ведь впереди у них сложные эстафеты, сборка и разбор оружия, поиск предметов с металлоискателем, метание ножей, стрельба из пневматического оружия, спортивные состязания, а вечером задушевные разговоры и песни у костра Мне в этом лагере очень нравится, я первый раз приехала, я хочу еще сюда много раз приехать Кормить тут вкусно, поиграть можно в мячик, у костра посидеть, ну и всякие там препятствия За время, проведенное в полевом лагере, ребята многому научатся и добьются прекрасных спортивных результатов в различных состязаниях На совещании по вопросу о достижении национальных целей развития Российской Федерации в сфере демографии Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что было принято решение увеличить помощь малобеспеченным семьям На детей от полутора до трех лет ежемесячно будет выплачиваться более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей Также парламентарий отметил, что почти в два раза был повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами И коротко о погоде 28 июня в Десногорске облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем прогреется до плюс 17 градусов тепла Ночью до плюс 14 На этом наш выпуск завершен Больше интересных новостей на нашем сайте disneydefiz.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами была Виолетта Ефименко Всем хорошего настроения и только позитивных новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова